Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Я рада видеть каждого из вас у себя в гостях. Сегодня буду готовить очень вкусный и очень простой в приготовлении соус из черноплодной рябины. Если вы любите простые рецепты, то, конечно, не забудьте меня поддержать. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы точно ничего не пропустите. Пишите комментарии, делитесь моим видео со своими друзьями, пускай настанет больше. Ну а я буду делиться с вами хорошими проверенными рецептами. Я уже ягоды хорошо промыла, очистила от веточек и прочего сором и теперь буду измельчать в мясорубке. Взяла самую маленькую насадку для того, чтобы смесь получилась более однородной. Но забегая вперед, могу сказать, что гораздо удобнее будет измельчать просто погружным блендером. Во-первых, все не заляпайте вокруг, как это получилось у меня. Не будет вытекать сок через детали мясорубки. В общем, так будет удобно. Послушайтесь моего совета и если у вас есть погружной блендер, то смело измельчайте им. И также сразу перекручиваю чеснок и затем уже буду добавлять все остальные ингредиенты. Как обычно, все ингредиенты я пропишу в описании под видео. Заглядывайте туда. Получается соус очень интересный на вкус. Подойдет отлично и к сырам, к каким-то брускетам, бутербродам. Будет очень вкусно с птицей, с дичью, с мясом. Ну, в общем, мне он очень-очень понравился. У него на самом деле необычный вкус. Если вы не знаете, что приготовить черноплодные рябины, это отличное решение. Можно сделать хотя бы маленькую партию и вы сами убедитесь, что это на самом деле очень вкусно. И, кстати, после приготовления нет у него вот такой вот сильной терпкости, которыми обладают ягоды черноплодные рябины. А вот такая смесь в итоге у меня получилась. Сейчас буду добавлять сюда приправы. По рецепту необходимо сюда корицу, хмели-сунели, душистый перец, гвоздика и молотый красный жгучий перец. У меня вместо него будет перекрученный свежий желтый острый перец. Ну, а вы добавляете то, что у вас есть и добавляете острый перец по своему вкусу. Ну, а по рецепту его необходимо пол чайной ложки. Как обычно, сразу весь сахар не высыпаю. По рецепту сюда необходимо 130 грамм, но я добавила 100 грамм и этого было вполне достаточно. Вы же ориентируйтесь опять-таки на свой вкус, потому что понятие сладостей у всех разное. Теперь необходимо все тщательно перемешать. Затем я переливаю в кастрюлю с толстым дном и буду доводить до кипения, периодически помешивая. Как только у меня соус закипит, я включаю самый маленький огонь и буду проваривать 10 минут. Затем буду разливать по заранее простерилизованным банкам. Соус буду разливать прямо горячим и сразу закатывать. Затем банки, как обычно, переворачиваю, укутываю чем-нибудь теплым и оставляю так до полного остывания. И очень невкусный соус готов! Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. Пишите, кстати, в комментариях, что вы готовите из черноплодной рябины. Я же заготовила еще пюре из яблок с добавлением черноплодной рябины и еще сварила варенье, тоже из яблок и черноплодной рябины. Варенье получилось такое густое, насыщенное и будет отличный у меня вариант для приготовления открытых пирогов, пирожков и тому подобного. Делитесь в комментариях, что готовите вы, будет интересно знать. И, конечно, не забывайте подписываться, пишите мне комментарии, делитесь моим видео со своими друзьями, пускай настанет больше. Нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы не пропустите ни одно мое новое видео. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока! И совсем забыла, еще закатала яблочный компот, тоже с добавлением яго-черноплодной рябины. Люблю добавлять ее и для цвета, и для аромата. Ну, все, пока-пока!